Друзья, всем привет! Спасибо, что смотрите этот ролик. Наверное, вы тоже столкнулись с этой проблемой, что и я. Я знаю, что когда у тебя идёт творческий процесс, ты хочешь, чтобы максимально всё было просто и удобно, и ты не отвлекался абсолютно ни на что, а только вникал в рабочий процесс. Но иногда его усугубляют некоторые моменты. Вот столкнулся с этим моментом и я. Я начал репетировать песни, так как я пою в облетоне. Почему? Потому что мне очень удобно. Мы заходим в окно не аранжировки. Вот тут есть окно аранжировки, да? А мы заходим в окно сессии. Тут очень удобно, так как ты можешь вот эти места закидать, все аранжировки свои, да, минуса. А рядышком сейчас я объясню, как это сделать. Ты можешь вписать текст, и когда композиция будет играть та, которая тебе надо, будет автоматически выскакивать текст песни. Или какие-то заметки, это уже всё зависит от вас, что вам надо. Есть такой плагин BigText. Я его попросил у своего друга, так как в интернете объяснения, как ним пользоваться и так далее, я не нашёл. Поэтому благодаря своему другу, который занимается аранжировками и так далее, и не только я попросил у него, он мне его дал и немного объяснил, как к ним пользоваться. Поэтому я записываю этот видеоролик для того, чтобы вам было легче, и вы меньше времени потратили на просторах интернета, потому что там информации как бы таковой и нету. Как же добавить этот плагин? Он с программой Ableton Live не идёт, поэтому мы его, допустим, скачали у кого-то, или в интернете его можно скачать. Потом открыли сам секвенсор, открыли вот свою папочку, да, и можно спокойно его просто перетянуть сюда, он добавляется. Так, окошко закрыли, он нам больше не понадобится, так как он у меня уже есть. Теперь, что мы делаем? Смотрите, я открываю, допустим, папку с композицией, да, с минусовкой. Я хочу закинуть сюда Макса Барского, туманы. И хочу, чтобы мне не открывать этот текст, постоянно лезть в папку с секвенсора, в папку. Это очень неудобно и некомфортно. Мы создаём рядышком идёт MIDI. Мы создаём тут MIDI. И потом сюда же, на вот эту вот дорожку, мы кидаем вот этот плагин BigText. Потом открываем его. И единственный минус этого плагина, то, что нельзя редактировать. Вот я нажимаю, ты тут не можешь ничего сделать, не можешь отредактировать и так далее. Поэтому вы просто берёте и, например, да, что нам для этого надо? Сначала мы копируем текст. Скопировали, да? Вот почему я говорю, что было неудобно. Потому что ты постоянно отсюда лез в блокнот. По папкам лазил. Сейчас я покажу, как на самом деле это будет просто и легко. И не будет время забирать на вот эти ненужные вещи. То есть творческий процесс намного станет легче, комфортнее и удобнее. Потом вы берёте и просто меняете название этой MIDI-дорожки. Вставляете этот текст. Всё. Проблема решена. Смотрите. Всё. Тут вы можете поменять текст. То есть сделать его меньше, сделать его крупнее. Поменять цвет текста, например, да? Ну, то есть без разницы, как вы хотите. Для того, чтобы эта дорожка открывалась постоянно. То есть не дорожка, а этот текст открывался с воспроизведением песни. Нельзя закрывать это окно. То есть оно должно висеть. То есть вам, по сути, нужен просто мастер эта шина. Для того, чтобы показать пример, что будет текст автоматически открываться вместе с минусовкой. Давайте добавим ещё одну композицию. Добавили. Открыли. Текст. Скопировали его. Добавили сюда биктекст, например, да? А вообще-то можно даже не добавлять сюда, потому что он уже есть на этой дорожке. Вставили. Всё, ребята. Посмотрите, насколько это удобно и круто. Теперь смотрите, так как я вам говорил, что сейчас текст будет автоматически, ту композицию, которую вы воспроизводите, текст автоматически будет включаться. Например, мы хотим воспроизвести Макса Барских. Включаем на мастере. Всё. Как же это круто. Например, нам нужно включить Султана. Султан Логучев, Горький вкус. Включаем. Всё. Вы видите? Текст. Сразу включается. Понимаете? Насколько это удобно и круто. То есть ты управляешь чисто мастером, да? Play. Можно даже выставить, что они друг за дружкой, допустим, если ты репетируешь, да? Или у тебя, допустим, концертная программа. Очень многие музыканты, так как они не могут выучить, допустим, 10, 12, а то и более песен, да? А что я там говорю 10? 10 как раз, в принципе, выучить можно. Но, допустим, 30, 40 и все чётко их знать наизусть, это очень тяжело. Поэтому облитон в помощь в этом плане. Также ты можешь это всё делать с таким комфортом, и оно тебе не будет мешать. Да, допустим, захотел переключить на другую, всё, и у тебя сразу выскакивает текст. Блин, ну это на самом деле очень круто. Я покажу ещё один плагин. Это TextPro. В нём уже можно редактировать текст, то есть редактировать текст в самом облитоне. Но есть кое-какие нюансы, то есть этот плагин немножко потяжелее в плане понятия и воспринятия. Но я думаю, что вы все прекрасно поймёте, на самом деле ничего сложного нет. Стоит один раз попробовать, запомнить, и на следующий раз ты абсолютно будешь знать и понимать всё. Поэтому смотрите, вы закидываете сюда, допустим, сколько вам нужно минусовок, под каждую минусовку на миде. С эти создаёте свой текст, и всё, и вам реально очень удобно и очень круто. У вас текст под глазами. В крайнем случае вы можете подглядывать, заглядывать, да. Поэтому вы потом можете сохранить этот проект и по возможности открывать проект тогда, когда вам надо. Друзья, всем спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам пригодилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok